кризисы восьмого года или девяносто восьмого года или там сто лет назад великая депрессия в америке двадцать девятом году это не характеризует то что происходит сегодня в мире вообще с бизнесом в частности и с человеком в том числе существенные изменения происходят с человеком с бизнесом и с миром мы обо всем поговорим и о мире и о бизнесе о человеке начнем с главного с бизнес потому что в бизнесе поменялся не только то что связано с кризисом поменять слова тезаурус поменялись те термины которыми собственно говоря и характеризуется любой бизнес и так вместо профессии сейчас надо говорить проект вместо расчетов смекалка вместо бизнес-планов акции вместо маркетинга чутье вместо должности вклад в развитие дела или проекта вместо учебы импровизация вместо прибыли бренд вместо знаний действия вместо менеджмента свет ситуативность и спонтанность вместо опыта важен свежий взгляд и вместо правил начинают давлять исключения если мы возьмем то что было вот я в первом ряду слов определил его втором в этом и есть существенная разница те кто мыслят вот первое первым столбиком как бы если бы это было столбики первые слова это люди которые ориентируются на дальнейшее свое лузерство эти люди будут проигрывать они проигрывают потому что они пользуются старыми подходами в бизнесе и терпят неудачи даже не понимаю чем дело а скамена все сваливают на типа на кризис там всемирный кризис там украине кризис на самом деле не так на самом деле поменялось внутренние механизмы моторы значит там гидро гидравлика электрика если бы это был автомобиль второе конечно же мир претерпевает тоже такой ну как бы тотальный кризис тем не менее я отношусь к тому разряду людей которые считают что кризис это все-таки пространство возможностей и так во время кризиса создаются большие состояния только в кризисах можно высекать большую прибыль конечно эти бизнесы как правило рисковые венчурные но мы с вами затеялись тему бизнеса мы сами задали поэтому я так понимаю что людей как раз и интересует а что делать в условиях ну любых кризисов которые возникают и